Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Радость моя». На сайт «Закон Божий» приходят вопросы, которые подчас не бывают радостными. И вот, например, такая тема, как крещение, казалось бы, всегда особая радость. Человек рождается для новой жизни, может быть, связанной с какими-то скорбями. Вот такой вопрос нам задает Галина. У меня есть дочь, ее отец мусульманин, я православная. Когда дочери исполнилось 40 дней, ей Мула дал имя и читал молитвы, как полагается у татар. Сейчас моей дочери 12 лет, и я хочу ее покрестить. Она тоже очень хочет, но ее отец не согласен. Помогите мне. Вот действительно ситуация очень трудная. Ну, что произошло, то произошло. Вот Оксана вышла замуж, может быть, когда-то, значит, это было больше там 12 лет назад, может быть, не представляла всей трудности, с которой связана жизнь, когда вот выходишь замуж за мусульманин, за того, кто верует иначе. Но это объективные трудности. И их действительно очень трудно преодолевать. Конечно, вы правы, что хотите окрестить свою дочку. И вот видите, как хорошо, что и доченька хочет окреститься. Вот трудная ситуация. Есть несколько выходов, немного, по-моему. Но вот как-то просить отца, чтобы он дал согласие. И надеяться, что он его даст. Вот потерпеть. Может быть, это можно сделать, так сказать, не сообщая ему, чтобы дочка была окрещена. Но все равно, так сказать, нельзя в семье утаить. Если она окрестится, значит, она, естественно, захочет исповедоваться, причащаться, это, естественно, необходимо для православного человека. Значит, она захочет ходить в храм, и папа все равно будет возражать. Вот могу только пожелать вам, чтобы эта трудная ситуация разрешилась. Молитесь, Господь умудрит и смягчит сердце вашего мужа. Но, конечно, я желаю, чтобы ваша дочка приняла святое крещение и стала православной христианкой. Но вот как-то объедините с ней усилия и молите, чтобы Господь помог вам разрешить эту ситуацию. Раба Божия Екатерина задает нам следующий вопрос. Я и мой муж хотим крестить цинишку. Крестную нашли, а вот с крестным проблема. Им хочет стать мой отчим, но мой муж категорически против. Можно ли в такой ситуации все-таки сделать все, чем и крестным, или обязательно нужно согласие обоих родителей? Мне кажется, конечно, нужно согласие. Ведь это самое главное, чтобы в семье был мир, и супруги жили душа в душу. Конечно, могут быть какие-то проблемы, на которые они смотрят по-разному и пытаются найти разные подходы. Но кто-то должен уступить или пойти навстречу. Но главное – это единодушие в семье. Конечно, если ваш отчим хочет стать крестным, ну, конечно, наверное, можно с этим согласиться. То есть это вполне нормально. Но если ваш муж против, постарайтесь его или убедить, или примите единодушное, вот ваше, мужа и жены, решение. Это самое важное. Так что храните мир в семье, мир между собой, и все проблемы потихонечку будут разрешаться, какими бы сложными они ни были. И если вы с любовью как-то скажете, допустим, крестному, что вы все-таки предпочитаете другого крестного, ну, может, на первый раз он обидится, а потом, вот, если все будет по-хорошему, эта обида пройдет и все забудется. Вот еще один вопрос. Могу ли я отказаться от предложения стать крестным отцом? Как-то у меня не лежит душа становиться крестным не очень близким мне людям. Да и в дальнейшем предвижу проблемы в участии в духовном воспитании. Чем аргументировать отказ, чтобы не обидеть людей? Или мне надо смириться и стать крестным отцом? Как благословите, так и поступлю. Спрашивает нас раб Божий Богдан. Но, видите, по телевизору давать благословение – это не очень серьезно. Все-таки благословение, исходя из которого человек принимает важные решения, но, конечно, должно даваться лично, когда можно взвесить все обстоятельства, разобраться с какими-то деталями, понять, что важно, что второстепенно. Ну, вот в такой передаче это невозможно. Так что я могу дать такой очень обобщенный ответ. Родители могут подобрать и другого крестного. Ну, подумайте, как вы мягко и деликатно им скажете, попросите, чтобы они нашли себе другого крестного. Но именно надо исходить как-то из такого доброжелательного отношения к ним. Не говоря, что вы с ними не хотите детей крестить. Но надо подумать. Надо подумать, сказать, что просто не чувствуете себя в силах, и вам трудно будет исполнять обязанности крестного, и вы просите прощения, что не можете взять на себя эту обязанность. Или вы можете сказать, что вот я соглашусь стать крестным, но при условии, что вы ребеночка будете регулярно причащать, или будете мне предоставлять эту возможность. И когда он будет подрастать, вы будете его воспитывать в православной вере. Если они согласятся, то вы можете принять их предложение. Еще несколько коротких вопросов. Если у меня появилось особое мнение в вопросах веры, его лучше в себе держать и молиться, или с кем-нибудь обсудить? Спрашивает раб Божий Артемий. Да, конечно, Артемий нужно с кем-то обсудить. Лучше в себе это не держать, потому что, ну, что ж можешь придумать, если ты так думаешь. И вот подобные сомнения лучше разрешать в беседе с человеком, мнение которого является для вас авторитетным. Мой сын сидит в СИЗО. Его долгое время преследует криминал. Как мне быть? Какие молитвы читать? Спрашивает раба Божия Людмила. Конечно, это очень трудная ситуация и для матери, и для вашего сына. Тут нет как-то там конкретных таких молитв. Главное, чтобы молитва ушла от души. Молитесь, чтобы Господь помиловал вашего сына и помог ему вырваться из криминальной среды. Ну, если ему придется какое-то время провести в СИЗО, то, конечно, это там далеко не сахар. Но, может быть, лучше что-то потерпеть, вот как-то и пережить это, перестрадать, стержав тем самым милость от Господа. Почему ругаться матом считается грехом? Спрашивает Андрей. Видите ли, Андрей, вот есть скверные слова, сквернословие. Вот русский язык очень богатый. Вот смотрите, какое вот слово. Сквернословие. Зачем себя сквернить? Зачем сквернить свои уста? С одной стороны. С другой стороны, Писание говорит, ни убийцы, ни прелюбодеи, ни воры, ни пьяницы, ни сквернословы царствие Божие не наследуют. Вот, собственно, это и является для нас ответом. Вопрос, почему? Ну, я думаю, что он займет просто, может быть, слишком много времени. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Дорогие друзья, мне было очень интересно и приятно общаться с вами. Но наша программа подходит к концу, поэтому я прощаюсь с вами, еще раз выражая свою благодарность и надежду, что вы будете присылать ваши вопросы на сайт Закон Божий. И до новых встреч на канале Радость моя. Господь с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова